Всем доброго времени суток. Сегодня будет краткий экстра выпуск. Ибо я нашел затерянный файтинг аж на 93 года. Вышел он только на Super Famicom, только в Японии и называется Super Big Kuriman. Но не надейтесь, что это так называемый hidden gem. Нет, это говнище редкостное. Есть только две кнопки, панч и кик и больше ничего. Управление невероятно тормознутое и с огромной задержкой. Как будто играешь по сети с пингом в 400, а то и больше. В игре ничего нет. Даже бросков или спешлов я не нашел. Хотя вроде ком пару раз нечто похожее на спешл делал, но я хер знает как их выполнять. Тут всего восемь персонажей, из которых только два доступны в одиночной игре. Дополнительных режимов нет. Выглядит игра как говно. Задники по большей части статичны и представляют из себя растянутую картинку паршивого качества. Спрайты тоже не лучше. Главный герой, кстати, мне чем-то напоминает аниме Сенсайя. У персонажей даже тени не нарисованы, из-за чего кажется, что спрайты существуют на каком-то отдельном поле от задника. Звуковое оформление приблизительно такого же качества. То есть говно. И в конце игры вас встретит типичное текстовое «поздравление» с лютым ингрешем. С одной стороны, я рад, что я только сейчас узнал об этой игре. А с другой, я должен был ее упомянуть. Хронология же все-таки. К слову, этот Бекуриман довольно известная франшиза в Японии, которая жива по сей день. И это внезапно шоколадные вафли, внутри которых, помимо самих вафлей, были карточки с персонажами. Причем это дело до сих пор настолько популярное, что у них и по сей день есть кроссоверы с разными франшизами. Данное чудо живет в Японии уже больше тридцати пяти лет. А еще с восьмидесятых начали выпускать различные аниме, манго, ну и без игр само собой тоже не обошлось. Собственно данный файтинг как раз про это. И теперь вы знаете больше, не важно хотите ли вы этого или нет. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч.